Друзья, всем привет! С вами Денис Жучков. Хочу показать задачу, в которой предварительный анализ решает все. Посмотрите, вот это у нас уравнение, иррациональное уравнение. Видите, что здесь есть два корня. И чтобы его решить, кто-то может сказать, ну так, сейчас начнем делать, напридумываем замены какие-нибудь, будем в квадраты возводить и так далее и тому подобное. Друзья, хочу показать, что иногда можно чуть-чуть посмотреть, сделать небольшое предварительное рассуждение, которое избавит нас от необходимости вообще что-либо решать. Кстати говоря, эта задача в свое время встретилась на Всероссийской Олимпиаде школьников. 11 класс, по-моему, это первый этап. Может быть, второй, но вроде бы первый. Слишком такая простая, как мне кажется. Давайте попробуем. Кто хочет подумать сам, поставьте на паузу, порассуждайте, а я продемонстрирую решение. Итак, смотрите. Вот два корня. Все действия, связанные с возведением в квадрат и так далее, довольно трудоемкие. Как я уже сказал, здесь удастся этого избежать. Как? А давайте исследуем, при каких иксах уравнение определено. Ну, найдем просто область определения уравнения, какие проблемы. Что мы здесь понимаем? Мы понимаем, что у нас одно подкоренное выражение... Ой-ой-ой, минус. Одно подкоренное выражение должно быть неотрицательно. И другое подкоренное выражение должно быть неотрицательно. Я думаю, внимательные зрители уже заметили, что вот эти вот два неравенства очень похожи друг на друга. Ну, действительно, смотрите, если я вот это поделю на 3, то у меня получается 4 минус х квадрат, а здесь х квадрат минус 4. Когда у нас такие случаи возникают, вот можно сразу же обрадоваться. Скорее всего, долго решать не придется. Давайте мы с вами дальше преобразуем. Ну, как мы решаем квадратные неравенства? Конечно же, раскладывая на множители, да? Применю формулу разности квадратов. х минус 2 умножить на х плюс 2 больше либо равно нулю. А тут будет 2 минус х на 2 плюс х больше либо равно нулю. Ну и решу это методом интервалов. Значит, две числовые прямые точки нули, двойка и минус двойка. Здесь точно такие же, обратите внимание. Ну и расставляю знаки. Беру пробную точку 3, например. 3 минус 2 единица, 3 плюс 2 пятерка. Положительная. Поскольку мы разложили с вами на линейные скобочки, четных степеней у них нет, они все в первой степени. Знаки будут чередоваться. Плюс, минус, плюс. Больше либо равно, значит, нужно вот это. Такой и такой лучки. Здесь пробная точка 3. Здесь будет минус 1, здесь будет 5. То бишь, знак отрицательный. Чередование знаков. Получаем так. Больше либо равно посередине. А тут у нас система. Система же это пересечения. Где они пересекаются? А они пересекаются только вот тут и вот тут. То есть, получается, вся наша область определения уравнения, это две точки. Получается, х принадлежит, значит, две изолированные точки. Минус 2 и 2. А это что означает? А это значит, что если уравнения корни есть, то они могут находиться только тут. Но у нас всего две точки. Две точки, давайте просто их подставим. То есть, видите, как классно. Не надо ничего решать. У нас очень узкая область определения уравнения. Область допустимых значений, как говорят. Давайте проверим. Значит, первый случай. Подставляю. Х равный, давайте, минус 2. Прям беру и честно подставляю. Смотрю. Что в левой части получается? Минус 2 в квадрате. Минус 4. Под корнем. Плюс 12 минус 3 умножить на минус 2 в квадрате. Я даже могу так написать. Левая часть. Левая часть. Так. Посчитаю, что здесь получится. Так. 4 минус 4. Это будет 0. А здесь будет 4 на 3. 12. 12 минус 12. Это будет тоже 0. Так. А правая часть. У меня будет минус 2 в квадрате. Видите? Х квадрат. Минус 2х. Получается 4 плюс 4. Равно 8. Ну, отсюда вывод. Вот у нас левая часть не равна правой части. Получается, х равно минус 2 тире не корень. Не корень. Ну и давайте проверим оставшиеся. Вот жаль, тут внизу место у меня кончилось. Размашисто писал. Ну ничего, вот тут сбоку проверим. Значит, х равный 2. Итак, левая часть у нас получается 2 в квадрате минус 4 прибавить 12 минус 3 жды 4 в квадрате. 4 минус 4, 0. 12 минус 12, 0. Правая часть. 2 в квадрате минус 2 на 2. 4 минус 4, 0. Видим, что левая часть совпала с правой частью уравнения. Получается, х равно 2. Это наш корень. А других корней в теории быть не может, потому что у нас область определения уравнения состоит из двух точек. Поэтому смело пишем ответ 2. Вот такая красивая задача, на мой взгляд, которая очень ярко иллюстрирует, что вот небольшое предварительное исследование, небольшие рассуждения, но это же что, минутное дело, правильно? И насколько мы упростили жизнь. А так бы мы там возводили в квадрат, говорили, что это там неотрицательное, много-много-много всего. Ну, было бы непросто, друзья, было бы непросто. Если вам понравилось, не жадничайте, поставьте лайк, подпишитесь на канал, порекомендуйте видео друзьям. Многим, я уверен, будет интересно и полезно. На этом все. Надолго не прощаемся. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok